Бунтарь от искусства Микеланджело Мэриди де Караваджо. Европа 17 века. Это и крестьянские войны в Голландии, это турецко-византийские войны, резня гугенотов католиками. Творчество Караваджо пришлось на самую кровавую страницу в истории Европы. Неудивительно, что и полотна мастера того времени показывали человека абсолютно земного. Со всеми недостатками. Хотите пыльные пятки молящегося? Пожалуйста. Зеленое от пьянства лицо Вакха – не вопрос. И даже неприкосновенный сюжет «Успение дела Марии» Караваджо умудряется подать так, что у зрителя того времени происходит настоящий шок. Такая дерзость даже нравилась публике. Караваджо получает крупный заказ от кардинала Бельмонта на роспись капеллы Кантарелли. Тут он изображает два сюжета – призвание и мученичество апостола Матфея. И даже здесь самого Христа мы замечаем не сразу. Мы видим лишь его руку, которую изобразит великий Микеланджело Боонароти на потолке Сикстинской капеллы. Слава сразу находит мастера. Он начинает писать без перерыва. Хотя церковь и Папу Римского такие полотна по-настоящему пугали. Художнику раз за разом удается избежать гнева церкви. Но даже Караваджо ошибается. Решающим моментом станет написание третьего сюжета все в той же капелле Кантарелли «Матфей и ангел», где мастер напишет апостола в виде безграмотного, мужиковатого нищего, которому ангел передает Евангелие. Сейчас мы понимаем, что Матфей мог быть безграмотным, ведь Слово Божье может нести каждый. Тогда церковь этого понять не смогла. А дальше грабежи, дебоширства и даже убийства представителя бандитского клана Томасони. Караваджо приговорен к смерти и бежит на Мальту. Там он пишет свои последние работы и везет их в Рим, как раскаяние. До Рима Караваджо так и не доедет. Умрет над сифилиса по дороге в столицу. Мастер пишет свою последнюю работу «Давид и Голиаф». Сюжет очень популярный в Европе того времени. Молодой пастух Давид убивает великана Голиафа и спасает свою деревню. Караваджо напишет на полотне вместо отрубленной головы Голиафа свою собственную голову. Полотно доедет до Ватикала. Караваджо примет свой смертный приговор, но сделает это особенным образом. Он обезглавит себя сам. КОНЕЦ КОНЕЦ